Веники, веники, продаем веники, хорошие веники. Лучше всякого пылесоса. И старый млад еще задолго до начала праздника заполняют торговые ряды двулучного. Вязать веники в селе умеют все. А появились они здесь более 70 лет назад. Как война еще кончилась, и их начали детка сажать. Их же веники эти, и хлеб малухли, и кашу делали, и все делали. И куда только не возили, и куда только... Ну, это двулучная, пошла с веников жить. Прежде всего для села это был достаток, чтобы достаток. Мы детей за их учили, строились. По 1600 Минск возили. За год двулучинцы продают до 100 тысяч веников. Ой, мне все село Яблонова нам заказывали, чтобы я привезла с этого фестиваля по венику. Тут самые качественные веники, на два года хватает. Чтобы хватило надолго, важно уметь правильно выбирать. Вот, смотрите, придавливаешь веник, и только потом метешь. Если жесткий, он сметает весь мусор. А если мягкий, или мало ворсы вот у него, да, тогда он будет не подбирать весь мусор, его придется мести несколько раз. Качество веника напрямую зависит от стараний визарщика, говорят в двулучном. Николай Кириенко с первого фестиваля взял на себя труд показывать всем желающим секреты изготовления веника. Почему талан? Ну, талинка, ну, как... Талинка? Оно талинка называет? Это про него песни поешься, да? Где-то проскакивает такое слово. Да, 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 есть. Делают вот так вот. Нужно говорить... Понять его. Поженить. Поженить? Поженить, приключу. Боже, какие слова красивые. Мы сохраняем наши традиции, нашу культуру. Все это очень интересно, как жили наши предки. Дети должны обязательно это знать. Но не веником единым же фестиваль. Выставки, выступления местного духового оркестра и творческих коллективов из соседних районов области. С каждым годом все больше гостей привлекают различные площадки праздника. И с каждым разом все становится интереснее самим нашим двулучанам этот праздник. Они поняли, что есть вкус не только в выращивании и реализации, а и в поклоне низком нашему венику, господину венику. Пока есть такие праздники, будет жить село, уверены в двулучном. А значит, в будущем сентябре здесь вновь запестрит вениками местный базар и зазвучат песни. Веник, ты не даешь нам всем покоя. Веник, с тобой легко на свете жить. Веник, мы знаем, что это такое. Сажать, полоть, ну а потом тебя косить. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогорья.